Всем привет, друзья! Вы на канале Влади Леля, сегодня вторник. Это значит, что мы с вами будем сегодня разбирать песню группы Король и Шут «Утань и рассвет». Более 10 подписчиков заказали эту песню и заявка на нее была поддержана абсолютным большинством ваших голосов в голосовании. Давайте поздравим победителей в комментариях. Я тем временем запускаю новое голосование. Вы видите 5 заявок, отобранных генерациям случайных чисел. Я предлагаю вам проголосовать за одну из них и может быть именно вашего фаворита мы разберем через один вторник. Напоминаю, что вы можете оставить заявку на разбор вашей любимой песни. Это можно сделать под любым видео в комментарии, а также в специальной теме моей группы ВКонтакте. Все полезные ссылки есть под этим видео в описании. Также подписывайтесь на мои соцсети, там всегда есть какая-то новая интересная информация. Самые внимательные из вас уже заметили, что в начале ролика не было показа игры этой песни. Все потому, что на канале уже есть мой видеокавер на песню «Утрань и рассвет», и я вам советую его посмотреть перед разбором, потому что именно эту версию мы с вами будем сегодня разбирать. Поставьте видео на паузу, перейдите по ссылке в правом верхнем углу. Также ссылка на видеокавер есть в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Если вы уже посмотрели, тогда поехали разбирать. Так, друзья, прежде всего я, конечно же, советую каждому из вас скачать PDF-документ, с которым будет удобнее разбирать эту песню. Там есть все материалы разбора, в очень удобной форме все изложено. Но скачать PDF с этого года можно только по подписке на сервисе Boosty. Если вы ее не оформили, в принципе, можно единоразово просто оплатить один PDF, перейдя по ссылке, которая сейчас есть в правом верхнем углу. Если же вы подпишетесь на самый скромный тариф Lite, то вам будет доступно к скачиванию PDF ко всем видео, выходящим на канале. Также есть другие тарифы, например, Medium и выше. И вот ребята, которые подписаны, они получают еще эксклюзивные видео от меня каждый месяц. А также их имена сейчас на экране. Я благодарен, друзья, каждому из вас за поддержку на Boosty. Это очень важно для меня и для развития канала. Ну а теперь переходим, собственно, к разбору. Для того, чтобы сыграть эту песню, нам понадобится знание семи аккордов. Ну и несколько видов боя расскажу. Здесь можно будет по-разному играть. Все варианты покажу. Значит, аккорды следующие у нас. D, Bm, A, Dm, C, Bb и Gm7. Красивый аккорд. Что касается боя, здесь можно играть и боем шестерка обычным, если вы совсем начинающий исполнитель. Ничего там страшного нет. Но я здесь чередую два боя, на самом деле. Бой пятерка, как я его называю. Это шестерка без второго удара. То есть он получается такой вниз-вверх-вверх-вниз-вверх. Вот. Потом подключаю шестерку, где мне надо немножечко разогнать темп. И будет еще бой вниз-вниз-вверх. Вниз-вниз-вверх. На каждый аккорд, возле которого написана звездочка в PDF-документе. Ну и если вы PDF не скачали, то смотрите, здесь будут все наши схемы. Смотрите внимательно на экран и старайтесь играть вместе со мной. Итак, вступление. У нас просто идет аккорд D. Два раза. Вниз-вверх-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вверх. И переходим к игре куплета. Утренний рассвет. Солнце поднималось над землей. Итак, остановлюсь сразу. У нас есть аккорды в скобках. Вот поднималось над землей. И здесь у нас BM и A аккорды в скобках. Это значит, что на один бой играется два аккорда. Соответственно, здесь у нас аккорд A подчеркнутый. То есть он будет играться ударом вниз. Поднималось над землей. И после этого идет вниз-вверх-вверх. Вот мы успеваем сыграть только из пяти ударов боя, только три здесь. Аккорд BM. Вниз-вверх-вверх. И потом вниз. Аккорд A. А последний удар вверх у нас здесь изымается. То есть его не будет именно в этом моменте. Это только в первых строчках куплетов происходит. Такая штука. Дальше все проще играется. Итак, еще раз повторим с первой строчки и пойдем дальше. Утренний рассвет. Солнце поднималось над землей. Просыпался лес, восхищаясь розовой зоей. Шестерку. И хватим. На дозе расстоял клубился белый туман. Во враге под горою шелестело листва. Луч солнца улыбался и с росою играл. Особенно прекрасны утром эти места. Дошли до припевов. В припеве у нас как раз аккорды чуть-чуть появляются новые. И вступают наши эти аккорды со звездочкой. Где у нас на каждый аккорд идет вниз-вниз-вверх. То есть получается следующая штука. Продолжение сна. Дивная пора. Как божественна природа и проста. В небе голубом. И дальше пойдет второй куплет. Значит, на припеве еще раз остановлюсь. Здесь я уже все три наших видобоя совместил. Вначале идет укороченный. Продолжение сна. Здесь можно играть шестеркой, да? Вот на бэбемоль. Дивная пора. Как божественна... Вот здесь я на пятерку перешел. Природа. Потому что тут здесь хочется подчеркнуть эту божественность природы. Как будто немножко остановившись и созерцая ее. Поэтому я здесь использовал пятерку. На самом деле, если вы играете вдруг там все шестеркой, то конечно вот этот короткий бой придется играть. Потому что он нам нужен здесь. Продолжение сна. Дивная пора. Как божественна природа и проста. Ну видите, что шестеркой тоже можно играть. Немножко конечно простовато получается. Но вполне себе звучит. Дальше идет второй куплет. Меняются только слова. Опять же там в первой строчке есть аккорды в скобках. Где надо будет на один бой сыграть два аккорда. И припев точно такой же. И будет как божественна природа и проста. Вообще в своем исполнении я в конце сыграл полный аккорд. Получается. Он с баре идет. Но можете сыграть обычный. Природа и проста. Любой здесь. Это уже так называемое украшательство. И вариации различные. Вот в общем-то и все. Песня простая. Ее усложнять не надо. Песня красивая. Если вам нравится. Поставьте лайк. Вдруг еще не поставили. Играйте с удовольствием. Несите в массы хорошие песни. Я буду в этом вам помогать. И мне остается пожелать каждому из вас. Успехов в разборе этой песни. Друзья. Я благодарен каждому кто досмотрел это видео до конца. Поставьте ему лайк или дизлайк. А также напишите. Поддерживающий комментарий канала Владилеля. Ведь с вашей помощью канал продолжает развиваться. А мы с вами увидимся в следующий вторник. Пока-пока.